Субтитры сделал DimaTorzok Сразу же выставил задержку Полторы минуты Мастер Колизей Сегодня турнир у нас последний получается Групповой день Плей-офф датов пока нету К сожалению плей-оффа Но надеюсь что что-то мы успеем Посмотреть до отъезда на Макс Потому что еще больше недели остается Ну наверное он будет растянут Потому что все-таки смотрите сколько много игр Здесь с лузерами Надеюсь может быть часть уже по приезду будет Хотя я почти неделю и отсутствовать буду Как почти неделю 5 дней Точно Так что такие дела Короче группа сегодня следующая Лассира против Yana Innovation Solar Ну и победитель с победителем Проигравшим с проигравшим Здоровуюсь со всеми пацанами Китайцами и т.д. Вот Ну и ждем начало Сейчас данный турнир 5 матчей Бо 3 соответственно Я не знаю при лучшем раскладе Он часов до 6 может быть пойдет Может быть поменьше Я не знаю Ну видимо потом я поставлю запись Займусь какими-то своими делами Блин Сегодня побегать сходил Просто месяц короче Хернёй отзанимался Жрал Нездоровый образ жизни вел Просто чуть не сдох Как бы вообще Просто чуть не сдох Там на брусе залез Раз там просто пресс сделал Вообще В 7 кругов пробежал Вообще охренел Короче просто Вот Думал вообще Ну сейчас как бы кайфово зато стал Вот Взял тут Черешинки себе маленько Пару персиков Короче Вот сижу Кайфую Такие дела Я жду начала В общем-то игр вообще И на вышем Я вижу здесь Ласиро здесь И Солор здесь Все здесь Корейцы они пунктуальные Ребят Короче Кстати Твич пошел или нет Надо проверить Сейчас мне Погодите пацаны Да Отлично Твич пошел Надеюсь Лагать не будет Много очень жалоб На рестрим С Гудгейма На Твич Последнее время К сожалению Не знаю Вот Так Да Мастерка Лизе Сейчас добавил Трансляция 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 Продолжение следует... Так, ну что, сейчас смыло лишнее, удалю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также у нас сегодня вечером GoFoSK забыл искать в 20.00. Я не знаю, если слишком много времени останется запись, поставлю Мастер Колизей, наверное, GoFoSK тогда. Вот, будет играть там Блайк, Ас из наших, Неразим, Милка. Так. Так. Был же Артур, куда? Артур куда-то пропал. Нихера не понял. Надо у Юра спросить. ХЗК пропал. Я что в глаза долблю, да не, нет Арктура здесь. Снуд зато появился. Не было снуда. Черт при Артур отказался, что ну ёма. Моя, ждешь, 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 ждешь. Хрен там че. Хрен че получится. Да, глаза у Маши, конечно. Тут еще нет фоток с глазами. У меня не стал выкладывать ближнее. Еще один речной герой пришел. Завалился. Вернул и дрыхнуть будет. Ну что, ждем хост. Пока че-то хоста не видно. Сейчас вот, по-моему, быстренько и маленько. После этого черешни. Маленькие-то липкие. Я это не люблю, вот эту херню. Не знаю, что-то пока не начинаем. 14.06 уже, не знаю почему. Всех рад видеть. Совсем немного ДВЦС остается. Поехал. Все. По-моему, это хорошо. Продолжение следует. Стоит. Время. Стоит. Как зажать. Стоит. Да. Стоит. Время. Стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же Узнаю про Арктура Ваян здоровается Говорит, когда старт? Так, здорово, Кин! Здорово всем! Собачка красивая Все там красивые Только у меня брюшме какое-то выросло Вот сегодня бегать даже начал По чуть-чуть Больше месяца херни занимался Но может сейчас попрет Вот Катя скоро на Макс Там точно не до бега не будет Так 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 Ну все, ребят Зашел Отлично Продолжение следует... Так, что случилось-то, я чуть не понял. Что-то не то, хостанули, походу, или не так. Ладно, ждем, проблемное какое-то начало. Игра сейчас будет. Конечно, сегодня будут зерги, сетка в описании. Два зерга, два тирана у нас в группе сегодня. Какие еще, какие зерги, какие тираны? Тираны, Биан, Инновейшн, зерги, Лассира, Солор. Вот так вот. Лассира как бы мощен, но Солор еще больше. Вообще три зерга вышло, два просто, один тиран пока что. Хотя бы один бы тиран из этой группы вышел. Если еще один хоть зерк выйдет, то их половина станет, короче, тогда. Ну, есть вероятность, что зергов выбьют сегодня Биан с Инновейшном, но им придется очень сильно постараться тогда. Запись включать не надо, это абсолютно официальный стрим из игры, поэтому он будет все здесь выложено на Ютубе. То, что уже сейчас на Ютубе выложено, я выложил в группу ВКонтакте, ребят, на Goodgame не выкладывал. Кстати, можно сейчас попробовать, выложить будет. Например, Vanguard Invitational, Мастер Колизей. Я не знаю. Сейчас я... Так, менеджер видео зайду. Так. Так. Откуда это? Откуда это? Откуда это? не забывайте на ютубе плюсовать кстати говоря тут какие-то додики минусуют хотя честно говоря плевать но все же кому не влом плюсуйте точнее вот лайки ставьте вот эти так вот что-то начинается прыгаю в игру ребят вы заплюсуйте пока как раз вы плюсанете и уже игра начнется к этому моменту вот вижу два плюсика здесь есть здесь один пока что я что-то ставлю ребят не ленитесь плюсануть ссылки вот эти которые я вам скидываю сейчас все лишнее закрою в итоге так куда еще 84 человека а уже 74 есть до 74 прям человека на причем не ну что ждем ласи рабьян и пуф а какой у нас педал ласи рабьян первые стоять все наконец начинается все ребят погнали устал ждать уже ну а что делать все ладно погнали спасибо спасибо Ну что, Бьянчик Лассира, поехали, ребят. Потом проверю еще как. Вот, 10 на мастер Колизея, отлично, значит, он попадет уже туда точно. И 11 на вангварде. Все, ребят, ван тоже лойсик, как говорится. Я пока переманую, что Бьян против Лассира будет биться. Что-то на Твиче прям на кофе какой-то 100 человек, наверное, все не наш киньте, пацаны там смотрят. Все, ребята, Лассира против Бьяна. Первая карта, Кипящая Кровь, она же Блуд Бойл, по-моему, называется, Блад Бойл. Вот, Блуд. Блуд это когда-то загулял. Вот. Короче. Что-то фризит. У кого фризит? Нет, это не у меня. Фризит, слава богу. Надеюсь, что больше и не будет фризить. У меня стабильный пинг 325, вы видите, он сверху. Ну, а что делать? Корейский сервер все-таки. И Бьяна играет масс риперов. Сейчас сразу же позиции здесь стандартные. Не 11 часов, 10 часов. И 4 часа получается. Ну, что ты ферблаты так разбивать? Вот здесь было бы 11, как бы 12, получается. Час, там, 2, 3, 4. Вот, здесь 5, как бы. 10-4 часа, здесь 10 часов позиции такие. Вот, и полетел рипер первый вперед. Бьянчик синий тиран, лассиро фиолетовый зерг. Какие-то вот взяли цвета теперь, видимо, от корейцев. Зерге, что фиолетовые должны быть, почему, не знаю. Родцы желтые, тираны, ладно. Синие тираны нормально. Они там, ну, синие все наркоманы, как бы, это все понятно. Вот. Ну, а что зерги-то фиолетовые? Вылип красные. Был бы контраст. Все, спасибо всем за плюсаны еще, ребят, большое. Пролетел первый рипер, пострелял, ничего особо не сделал. Здесь собаков ты умудрился пробежать. А, спалил. Вы видите, Бьян спалил роуч ворон. Да, спалил роуч ворон, и Бьян, ты прекрасно понимаешь, что лассиро собирается делать. То есть, это будут роучи. А вот оборонительные они будут или нет, это вопрос открыт. Криптумор, вот почему не здесь ставится? Не знаю, почему, но, как я подозреваю, это не связано с направлением распространения крипа. Никак, это больше связано с тем моментом, что нужно как-то его ставить неожиданно на направлении крип. Почему? Потому что иначе, как бы, просто-напросто тиран возьмет его и выбит. Сюда сейчас риперами нельзя ни в коем случае залетать на этой карте. Убрали возможность оттуда спрыгивать, и это правильно, потому что иначе слишком расхаразить можно было. Вот. Так, а что музон у меня... Погодите. А, понял. Я ждал инвайты в игр когда-то, в игры когда-то, ну, и рестримил, чтобы не мешал музону загрынить, совмещал другим звуком. Я его отключил. Конечно, я врублю, я что-то сам даже не обратил внимания. Уже привыкли к музону, на самом деле, музон в Старкрафте хороший, и он помогает, на самом деле, очень плохо. Два реводжера, два роучера. Ай-яй-яй-яй-яй, одной гранаты не хватило сейчас, четверых одной. В смысле, ни одной гранаты, ни одного выстрела реводжера не хватило, чтобы рипера убить. Одной гранатки прям четыре юнита Бьян подкидывает. Риперов все больше и больше. Вот они летают все здесь, получается. А здесь что уже? Очень ранний переход бью. Обычно последнее время Бьян, вот я вам точно говорю, он играл все время. Последнее он играл в масс-триперов. Даже с пяти бараков дальше продолжал добавлять. Здесь же очень ранний. Три.Н поддержал ваш канал на 55 рублей и сообщает, я плюс, а ну лучше всех. Спасибо, Текин. Потом добавлю, а то там тебя в месячную еще плюсовать тяжело, блин. Будет сейчас. Повезло, очень овер, на 8 хп ушел. Начинается тыловая база, Бьян добывается. Он еще и Банше играет, и здесь лаба. То есть, Ви уже выход идет, стим делается, но медевать пока нет вообще. Может быть, поэтому фиолет... Не, ну зергом фиолетовый идет, я должен сказать. Ну тогда тираны, пусть бы красные были, просто желтые, а эти фиолетовые, я не знаю. Почему тираны? Они просто синий с фиолетовым, они как-то, ну, даже на карте они, видите, ну, то есть, совершенно не противоположные цвета, они друг другу близки, потому что синий-то тут темный тоже достаточно такой. Ванша летит вперед. Кстати, вот, убив этот криптумор, Бьян и Баншу свою скрыл, потому что она в ней вижена проходит в итоге сюда. Да, инвиза 6 секунд остается, и сейчас она начнет нарезать, эта Банша. То есть, риперы свить в Баншу, прикиньте, это очень необычный расклад, на самом деле. Как вы можете понять. Ну, дроны куда-то, лассеры очень далеко покатились. Бьян понимает, что, ну, им придется назад возвращаться, и... Ай, ну мимо прошел, гранаты кидает! Риперы просто облавлены экономику дзерга. Очень опасная ситуация, мультитаж со стороны Бьяна проявляется здесь. Риперы на мейн залетать, пытается мейн расхарасить Бьян. Здесь несколько дронов все-таки подрезал, но это минус риперы в итоге. Банша тоже погибла здесь, ну, 13 дронов минуснул сейчас Бьянчик. И он впереди, право, 47-43, ну, лассеры по десятке строят. Где еще одна банша летает? Вот она на мейне уже, харась начинает. Но не рабочих, а реведжеров. Спасибо еще раз всем за поддержку, ребят. Помните, что мотивирую стримить. Сегодня, вчера погулял, блин. Сдолбала мне какой-то хренью, блудом заниматься. Все, хожу, все. Гвоздик захожу там, блин. Кошлыки, водичка. Ну, как-то, точно так, по мелочи. Тоже не серьезно сидеть, вылез так сидеть. Вот на максе посидим. Вот. Сегодня побегал, получше стало прям. Даже хотелось сегодня прийти стримить. Потому что зачастую в лом это делать, машинально уже идешь, потому что надо все-таки так вот. А тут прям хочется рыбу. И знаешь, что группа-то какая с корейцами. Нет, на альтеф цвета не поменять. Когда такие не выставлены, можно только поменять. А альтеф можно только от себя, получается, поменять. Либо в 2 на 2 по цвету. Команда здесь кривейший выход от Бьяна. Смотрите. Зато танками как... Офигеть, Бьян, кстати, вы видели, как собаку он развел? Если бы собак перенаправил в танки, они ничего бы не сделали вообще, была сира. Но он гонялся за мариками и танки сплэшем убили. То есть Бьян благодаря этому смог этими юнитами отступить и не понести слишком жесткие потери. Так, ну все, медиваки, танки. Лаба перелетела. Погодите, здесь лаба была. Зачем здесь еще одна лаба? Ну, видимо, под новую факту будет заказанная. Не знаю. Армори есть. 2-2 сможет Бьян делать. У Лассиры уже 2-2. Афгрейды пошли. Рабочий 64-64. Саплайблок у Лассир неприятно. Надо оверов строить. Он 5 заказывает. И новую хату ставит уже на 6 часах. Эти камни прогрессить. Можно в тылу будет базу вот эту брать. Так, да, здесь далеко. Достаточно бегать до нее, если камни не пробить. Ну, со второй зато можно. Надо крип распространять в тыл-то. Здесь Банша прилетает, но она ничего особо не сбрила. Щиты у Бьяна не готовы, но скоро очень доделываются. Вот он копит группу здесь и будет выход сейчас произведен. Эти газ как-то... А, вот 3 направил. Здесь пока газа нет, зато плюс 3 бараха есть. Тыловые камни что-то никто не пробивает, не хочет. Странно это даже. Так, Био плюс танки. У Лассиры пока что там 1 реводжер 2 руч, 12 бейлингов, 36 собак, 6 мутальс, там 10 лингов. Ще строится заказ армии. Так себе здесь у Лассиры. Ще сказать, щиты у Бьяна будут готовы. На самом деле сможет он напрягать. Причем, смотрите, как он позицию для атаки выбирает. Он приходит, танки на лоу-граунд просто ставит. Идеально вообще таким местными занимает, чтобы они далеко максимально мейн простреливали. И начинает мариносами напрягать здесь сверху. Очень здесь жестко на самом деле. В тыл тут заходит еще группа. Смотрите, Банша на Энвизи. Танки крошат. Все это очень плохо для Лассиры. Походу, Бьян здесь вообще игру берет с этим выходом. Смотрите. Вообще ничего не сделать. Все раскрошил снизу. Все раскрошил сверху. 154-115 по лимиту. Жесть вообще. Просто занять грамотно позицию прийти, это называется. И все это. С этой позиции никак не выгнать. Мариков достаточно, чтобы здесь напрягать. Вот прирост идет сюда. Может сейчас даже пару туреток Бьян сделает. Или он прямо на 6 часов идет? Да, идет на 6 часов. Снизу два марика остались. Танки прикрывать. И сверху группа такая хорошая. Лассиры в этом направлении пытаются отбиться. Но как ты тут обьешься? Бьян вниз улетел. А в это время еще и забегание сюда идет на 6 часов, как я уже говорил. Да, есть несколько бейлингов. Но Бьян и здесь контролит. Сплит идет. Сплит очень неплохой. Муталиски под ударом. ГГВП. 1-0. Бьян. Ждем вторую игру. Пока что Бьян хорошо очень отыграл. Очень хорошо Бьян отыграл пока что. Так. Ну если все, нам нужен ход чуть-чуть. Ход хвостили. Как-то медленно пока что. Не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Изучить-то можно быстро, да, компанию там прошел и отчасти изучил, а вот мультиплеер как бы... Нужно изучать юнитов, все изучать как бы характеристики, смотря для каких целей. Если играть как бы на нормальном уровне, то чтобы хотя бы, я думаю, ну хотя у всех по-разному как бы талант там, ну и усердие, там много факторов влияет на самом деле. Вот предрасположенность к именно таким играм получается, то есть... Я думаю, что до ГМЛа можно... Если ты часов по 8 в день тренишься, то и за полгода дойти теоретически. Ну хотя сейчас, конечно, уже Старкрафту много времени, я думаю, год бы я поставил вот где-нибудь. Так... Так... Один барак в рипер, в реактор и факту, то есть газ-барак в ТЦшечку был у Бьяна, получается. Здесь у нас карта Одиссея, вторая карта у нас... В этот раз красный Лассира, попросили его красного, видимо, взять. По привычке они, наверное, с ГСЛ такие цвета взяли. Вот, Бьян синий, тиранчик, короче, позиция 5 часов и 11 часов. У ЗРГ-5, у тирана 11. Ну, это карта на двух игроков. Так, прилетел Бьян, увидел, что хата есть, улетел назад, а вот тут две собаки прибежали. Так, Лассира-то играл пул первая, получается. Я что, хату сказал? Нет, Лассира пул первая играл, вот он, собака-то уже прибежала. Да куда-то рабочим там разворачиваются, там что-то бить куда-то. Не надо так рисковать. Линк на золото спрятался здесь один. Бьян полетал, проверил. Ну, уже можно рипером, в принципе, вперед лететь. Сейчас гелики будут, марик будет, и все нормально. И очень похоже, очень прям похоже это на хелбаткуш, потому что гелики с реактором и марики без вообще пристроек, добавляющиеся у тирана, это нечто похожее на хэппи хелбаткуш, там, с тремя-четырьмя мариками, может быть, чуть больше и вылетом, да. Ну, каких больше? Тут четыре, наверное, и будет. Тут каких четыре? Тут даже три, если вот сейчас Бьян закажет, три будет марика, да. Три марика, шесть хелбатов, там, рипер и медивак. И против Лассиры может зайти, как мне кажется, почему он не любитель делать раучворны, я смотрю. Пуме таланта нет, а в ГМР вышел. А ты что хотелось? 2002-го в первый StarCraft играл, а вышел только в воле в ГМЛ, ё-моё. Т.е. сколько там? Восемь лет, получается, да, потребуется? Ну, если не считать, что в первом нет ГМЛ, конечно. Так. Короче. Давайте, смотрите. Что здесь происходит? Королеву пожёг хелбат в тылу, Бьян нажигает третью базу. Роуч Ворон запилил в итоге у нас, вы видите, оппонент Бьянщика Лассира. Ну и, что с роучами должен отбиться вообще. Так. Четыре дрона нажёг. Шесть дронов нажёг. Летает, чё-то летает. Летает... Ну, пытается зажечь ещё Бьян здесь, но везде всё прикрыто, блин. Гелик на муве сливается. Ищет Лассира, свой криптумер заковырял. Бьян в итоге долетался до того, что отдал медивак. Ну, хоть Королеву ещё одну срезало, то хорошо. Переход Банши идёт, и Гелик, и Банши, кстати, без... А, нет, вы видите невидимость у Банша? Где вот это? Так, ну пока Бьян не терял Банша, погодите. А почему уже невидимость готова, Банша только первый? Бьян что-то ещё строил, что ли? Или это заптык такой был? В компанию играл? Ну, я не знаю, как бы, если денег не жалко, тогда тебе надо просто... Ну, из первой, тем более, StarGraft проходил. Надо Волл взять, Ходс, Лотв пройти, три кампании. Та уж точно, там, подноиграющаяся кампания может и мультиплееровать. А если нафиг, ну не знаю, то можно чисто Волл взять. То, что Лотв можно без других частей взять. А вот, например, Ходс без Волла нельзя взять. Вторую часть без первой, второго StarGraft. Так, здесь дрон у Бьяна ещё убрал. Но больше не получилось. Один-один у Бьяна, третья это цеха. Факта работает на Старкорте реактор. Как бы, положение зданий интересно, потому что, ну, вот эти бы чуть повыше вот так вот бы отодвинуться, чтобы они стояли вот так вот как-нибудь, чтобы здесь проход был вообще хорошо. Так, что-то Чензингов Бьян ездит, ждёт. Так, ну, Асира вышел. Золото сейчас получается. То есть он Хелбат Куш Бьяна принял очень даже неплохо. То есть он потери экономические минимальные понёс. И других юнитов там погибло не так уж много. Он Бьяна потери даже выше, как бы, за эту игру. 13 дронов он суммарно нарезал, но он слил много геликов там и банши слил. Золото раскачал Асира. Сейчас будет просто минеральный, посмотрите, доход просто там за 3000. Это почти к 4К, учитывая золото, что там 16 дронов уже. 3700, у Бьяна там 2400, у Бьяна вот тук-тук. Третья СЦФ перелетела. Сейчас начнёт с Хараса. Дома танки будут оставаться в Плюпилу. Либо на обороне. Ну, вот так танки опасно, как же, ставить. Собаки набегут. Сиджим хоть разнесённые танки там, сплэшем накроют хоть много. Там вместе стоят, там прибежит в 16 собак, сгрызёт два танка просто и всё. С минимальными там потерями. Так, пять бараков уже работают. У Бьянчика разгрузка идёт. Рядом с золотом. Неплохой дробь. Потерял два марика, пять дронов подрезал. Несколько собачек Бьян подрезал. Здесь же пятая у Лосира ставится. Бьян копится. Вторая факта пошла. 140 на 162 по лимиту. Уже девять караптеров. А, ну это... А, понял. Это стиль, когда вместо муталисков используются караптеры. Первым лично я увидел его ударка. Корейского зерга очень-очень крутого. Который также в этом турнире участие принимает. Он уже в плей-оффе. Мы его там увидим. Посмотрим, как этот стиль зайдёт. Вообще, как бы, побыстрее бы здесь файба выходить была. Сирия бы не мешала. Потому что, ну вот, уже вторая броня за контакт. Опять дробь на дальнюю идёт. Смотри. Нет, без щитов ещё врут. Всё, караптеры. Караптера Бьян видит, а успеет уйти. У них сейчас скорость-то передвижения гигантская. У караптеров-то. 4.72. Помедленнее, чем у Далески. Но... Тем не менее, это очень быстро не летает. Тут два медилака выпилил. Но тут без крифа дальше лучше. Здесь танки прикрывают. Здорово, Шейн. Здорово всем. Две... Две... Двеносто один дрон. Двеносто один дрон. У Ласиры семьдесят у Бьяна КСМ. Вот он выход сейчас делает. Ну, боевой примерно одинаковый. Несмотря на то, что у Бьяна 167 и здесь 190 лимитов. То есть, ну, в целом, боевого у Бьяна больше будет. Уже вторая атака на танки, кстати, пошла. Как Грейды делает, да? Хорошо на технику. Так, ну, неплохо... Неплохую позицию тут Бьяна занимает. Маликов вниз привел. Надо сканить и выбивать крип, блядь, близлежащий. Вот эти крип кумура, вот эти, потому что они вижен хорошие дают. Вот эти Ласиры видят позицию Бьяна прекрасно. Здесь выйду. А вот здесь есть до сих пор. Попытка контрзабегания идет. Не знаю, к чему приведет эта попытка, ребят. В это время налом идет. Здесь поломился Ласиры вперед. Но как же танки сверху кроют здесь, Бьяновские? Здесь Бьян справился со всем забеганием. Даже сюда не добежало вообще. Бьян, в общем, золото его вытесняет. Пора, я думаю, его отдохнуть. Бьян, в общем, золото его вытесняет. Пора, я думаю, его отдохнуть. Ну, давайте, смотрите, минералов немного. Газ тут. А газ вообще не добывал Ласиры. Самое интересное. Так, хорошую группу там Ласиры принял. Бейлинги идут вперед, затамповывают. Это не очень хороший расклад. В это время контрзабегания заходят. Надо взломать Бейнами до похи, что и делает Ласиры. Часть дошла домой. Тут Марика Мародеров подоспела. Пачка просто такая замечательная. Да, что-то у Ласиры... Сейчас вторая атака на танки доделала. Сейчас доделается 3-3 на пехоту. Ну, вот пошел Ласиры с разных направлений вперед. Танки, короче, в тему были. Быстро сгрызаются собаками. Налом с разных сторон произошел. Ну, в это время еще Ласиры пытался и 6 часов занять, что самое главное. Но Бьян его просто выгоняет отсюда с 6 часов. Собаки подходят. Ласиры очень не хочет. А то терять собачек по очереди. Наваливаются. Что-то и сейчас они... Ну, Хату Бьян... Убил, короче. Ну, Ласира сгрыз все это дело. Где будет восстанавливаться база? Ну, здесь надо восстанавливаться. Криво ставят Хату Ласиры. Ты что, ошалял? Цити, блин. Вот же для кого этот кружок нарисован. А он ставит он сюда немножечко. Надеюсь, смысл восстанавливать. Ну, есть здесь, конечно, больше, чем 300 минералов можно добыть. Ну, вот. Пока Ласир не спешит его делать. Идет на лом. Видивак попытался выпилить. Выпилил пару, выпилил пару... Либераторов уже Бьяном добавленных. Ну, сейчас будет 3-3, во-первых. Во-вторых, у Бьяна 2 атаки на танк. Сейчас он на лом. Наверняка начнет делать апгрейды. Здесь только-только ультралис Кеверн доделается. Эти ресурсов достаточно много. Сейчас уникальная броня ультре. И ультралов несколько штучек надо заказать. Ласири. Да, 5 он заказывает. Но! Они будут без 3-3 то не делают. Бьяна 3-3 на 2-2. Ласири апгрейд. Ё-моё. Неужели не мог успеть забежать? Я что-то вот прям не верю. Так, выходит пехота вниз. Здесь забегание хорошее. В это время Бьян заходит на 6 часов. 6 отменяет. Ну а что толку? Ну отменил 6 техник с ним. Здесь собаки против мародеров даже справиться не могут. 3-3 апгрейды, конечно. Как тут с ними справишься? Кстати, у Бьяна фугасов нет. Смотрите. Отсутка вот этот грейд ключевой. На Бью уникальный. Так, прошу прощения. Мышка что-то туда-сюда катается. Здесь караптеры золота. Ой-ой-ой, золото залили караптеры. Сейчас Бьян ЦЦ-ху отдаст. Ультра пошла. Ультра может перевернуть бой. Сто восемь, сто пятьдесят девять. Хата у Ласиры падает. Зеленка ставится. Ультра без уникального апгрейда. Куда же ты прешь? Она вон без этого. Но зато золото сбрил. И здесь убил рабочих много Бьяна. То есть шансы у Ласиры появляются. Боевой пока что равный лимит. Опять на ультре вперед пошел. Что ж ты блудет? Караптеры здесь нафиг не нужны. Они очень бесполезны. Они зданий нет. Залить зеленью нечем. Вот смотрите. Ласиры сбривают Бьяна. Надо здесь хату ставить. По-любому. А он в верхнем углу. Еще дистансмайнинг-то переведи назад. Не переводит назад в итоге. Короче сейчас еще один ультрал выйдет. Три-три так грейды и не заказывают. У Бьяна апгрейды лучше. Сейчас если Бьян вот эту. Сейчас посмотрите. Он мувов выкинет отсюда. Отсюда. И отсюда у него такой сразу минералов поток будет. Жесткий. Что боюсь я же. Ну Ласиры здесь. Пока он здесь катается рабочими. Бьян там такую добычу наладит. Так. Ну дальнее добыча есть. Минералы добываются. Ну и по разу у Ласиры знаете ли запас не скоплен гигантский. Все ресурсы он сейчас тратит в восстановления хат своих получается. Вот у Бьяна посмотрите. Вот. Сейчас. 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 Вот вы увидите сверху. Лучше лемкараптера чем мута. У всего есть свои плюсы. Бейлинги идут вперед. Бьян чрезвычайно внимателен. Ласиры бежит и не видит что Бьян чрезвычайно внимателен. То есть как бы. Бейнов отдал сейчас в никуда получается. Нужно еще одно забегание делать сейчас обязательно. Потому что пытаться. Потому что иначе никак. Просканил Бьян. Увидел Ласиру сверху здесь добычу. Ласиры там пару инфесторов заказывает. Сразу еще одну хат. Ну молодец как зерк действует. Максимально восстановить все хочет быстро. Так. Здесь овер полетел. Видит Бьян. Ласиры то что Бьян здесь бегает. Ух. Мародеры приходят. Ну что вы от Сиры боитесь. Я сейчас не понимаю. Нахрен драться вот в этом ухном пропойсе. Могу туда наверх зайти. Не понимаю. Начинается напряг. При этом всем Бьян дропчиком. Вот. Прилетает на 6 часов. Начинает пригодить. Бейлинги сбоку заходят. По бейнам мин пытаются зал подавать. Вайпером там медивак. Ласиры притягивает. Здесь пытаются нагрызть. Блин. 3-3. Просто слишком устойчивые юниты против 2-2. Ласиры он еще блин криво бежит ультрой своей. Здесь 6 часов выбьет. Обьян еще крип. Марьяка мешает. Ой. Крип вообще сверху крипа лишил полностью зерга. 180-172. Кажется Обьян захватил инициативу. Здесь как бы он прессует. Вот это направление одним дропом здесь сдерживает часть юнитов. Сейчас еще золото займется цехой со второй перелетевшей. Но Ласиры что он? Ну, инвесторы есть у него? Микос-то будет. Да. Будет Микос. Еще один Микос пошел. Сам ушел отсюда. Блин. Там на мейне дроп. Бьяна вообще везде напрягает. Потому что все максимально жестко и кого-то дропают в такой неподходящий момент. Кого это дропают? Надеюсь не меня. Зеленка ставится.. Ну а как-то там на минке поставилась эта зеленка. А на минке она бесполезна. Криво зашли сзади ультрала. Отсюда собаки. Все развалилось. Клам в итоге. Я намудрился все еще здесь развалить. По лимиту вклюйте. Хата упала. Здесь добыча заблочена несколькими мариками. Причем тут пока лассира. Вот плюс мутали с ковчом. Вот такую фигню они не позволят сделать. От караптера летают. Ну а что толку, что они летают? Нужно было его вот здесь увести. То есть одиночные дропы, имея на этой стадии зерк 16 муталисков. Хотя бы 16, а бывает у него и больше. Они просто бесполезно становятся. Эта мута прилетает. У них, например, 2-2 сделано. Ну или 2 атаки хотя бы там сделано. Даже без брони. А там 2-1, 2-2 даже можно успеть сделать. И они эти муталиски без потерь одинарные. Вот эти дропы даже двойные они зашатывают. Без потерь. А караптеры, они должны рано или поздно трансформироваться в двор. Вот. Но учитывая, что Лассира как-то провально по экономике здесь шел, Брудлордов не смог он затрансформировать. 3-3 он не сделал. То есть Био все время с преимуществом по грейдам дерется. Так что даже ультралы не выдерживают абсолютно тут этого натиска. И вот вы видите. Ух, маленький разрывает ГГ, ребята. 2-0 в Ян. Казалось, Лассира уже перевернул, но нет. Не перевернул. Сейчас Solar против Innovation будет матч. Такие дела. На твиче народов в чате Малпши, я так полагаю, много иностранцев смотрят. Так, там 2-3 ну все на Team Liquid. И что им писать-то, ка его. А они ж не понимают ничего. А они ж не понимают ничего. А они ж не понимают ничего. Так. Ну, кстати, на твиче как-то быстро сотка людей набралась. Там 142. Наверное, просто не видели английский стрим. Зашли, а потом уже ушли. Теперь уже больше кэш на гудгейме. Два раза людей. Нутралы выглядят мягкими. Отставания всего лишь в один апгрейд. Что самое интересное. Так, ино, надо добавить поддержку. Спасибо всем, ребята. В блоке отключайте. Спасибо всем за это громадное. Подписывайтесь на премиум. Ну и поддерживайте меня и мой канал. Естественно, по ликвидируем в описании. Че, resplayer. Спасибо. 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 Изредка рекламу буду пилить. Надо переименовать стрим. Спасибо. 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 Так, сейчас вернусь, ребята. Спасибо. 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 Так, все, я здесь, ребят. Считаю, долго создаю. Спасибо. 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 Так, ну что такое-то? Солора нет, что ли? Для кого нет-то? Все здесь сидят. Карты, если подчеркать не могут, не знаю. Прямо реально медлит что-то. О, пошел хастон. О, пошел хастон. Так. Он отсюда. О, пошел хастон. Похел хастон. Возвращение... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Извиняюсь, но тут надо было отойти по быстрее пушину. Человеку надо забрать, потому что вечером там неудобно было это все делать. Так, 6 риперов инновейшн потерял в этой игре, посмотрите. Лассира пробивается наверх. Я не понимаю, какой смысл врезаться в одну депопу, если можно и в эту, и в эту, короче. Простите, какой Лассира Солар, конечно, здесь был. И навейшн унизил здесь, пока я ходил. Там деньги передавал просто. Вот. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Вот. Смотрите продолжение в следующей части. Так, ну что же. Пошла скорость. Пул первый в этот раз. Солвер играет. Карта высадка защитников у нас. Короче, игра вторая. Привет, горы на SK2AT и всем на GoodGaming, на Twitch, везде привет. Ну, репер вперед полетел. Солвер пока не понимает точно, что происходит. А не, он уже понимает. Солвер уже видел, что здесь факта строится. Понятно, что это не масс-риперы, поэтому Солвера не строит больше собака, уже рабочих строит он активно. Так, он обычно зашел. Репером гранату кидает. Ну, здесь есть королева. Упы, репер уничтожен, долетался, долетался, дружок. Двое королевы сейчас на уходят. Будет инъекция или криптумор сестерну Солвера пока непонятно. Вообще, Зерги предпочитаю сейчас пораньше криптумора делать вообще. Трех-рабочих убил. Ну, трех-рабочих убить. Можно одного убить, но когда кататься будут, там все остальное время другие, это уже другой расстат. Вот. Ну, я извиняюсь, что, собственно, неожиданно мне позвонили, я не думал вообще, что я как бы, думал, вечером там закинул. Вот. А тут вот так вот. Пристройка завершена. Улучшение командного центра завершено. Резерв готов. Резерв готов. Резерв готов. Так, пробивает на Мэйчен камне. Солвер забыл Овера увести. В итоге две минки сделаю. Два удара по Оверу и Овера минусует. Здесь, считаю, плюс Гелики, еще плюс выход в Банши идет с Энвизом. И Лаба на бараке, то есть, я так полагаю, это переход Билда и Стимпакт пошел на высшем. Все очень четко. Все работает. Минки занимают позиции так, чтобы контролить все выходы. То есть, с этого направления, если что-то побежит, или прямо через центр, еще сюда бы можно было по дну вкопать бы, но туда нет пока. Так, а Гелик уже почти... От одного Гелика пламя, я видел, смотрите, адул сейчас так сбоку. Солвер, он понимает, что на высшем камне проблевает здесь. На факте реактор под новый барак. И здесь барак пошел, а здесь такая будет заказа, что-то непонятно. А вот снизу почему-то КСМ-ка приехала. Да, плюс два барака, рабочий сейчас продолжать будет строить, и на высшем как идеально у него все заказывается, конечно, просто жесть. Бараки прямо-то в минералинку он сейчас все тратил вообще. Прилетела Банчан, здесь есть порка, но она как-то сзади стоит и не прикрывает. Она вижен не дает на все направления просто сейчас. Ну, сейчас будет оверсир, скоро и на высшем королеву ковыряет. Трансфюза я не наблюдаю. Порка перекапывает. Несколько секунд, несколько дронов, подряд, восемь рабочих, и на высшем срезал. Ни много, ни мало этой Баншой. Ни много, ни мало. Ну, это неправильно говорить, ни много, ни мало. С другой стороны, это много рабочих для одной Банши. Девять. Причем в таких ситуациях, что есть и спорка, есть и королева, но спорка просто криво стоит, и поэтому, ну, не получается как бы Солару нормально отбиться. Вот две Банши прорываются опять на вторую базу, смотрите. Или на Мэн они прям пролетят. Не, ну это уже плохая контроль. Плохая идея. Контроль-то от Инновейшна хорошая, но две, пусть и не с полным, ХП Банши разменивать на одну королеву, это очень плохая идея. 56-44 по рабочим, Солара больше. 1-1 ненамного отстает от Инновейшна. И 1-1 дальние апгрейды, то есть это Роучи, Реводжеры стиль. 5-4? Играет музыка. Так, 3-дро на минус, ребят. Одновременно сразу же на мейн залетают марики и навычновские. Начинается движение. Два роуча зафокусил, два чудом выжили, но это не до контроля навычна. Плюс 100 ворох отводил. Он из них делает реводжеров и все работает. Здесь один криптумор надо еще подрезать. Да, срезал навыч еще один криптумор. Лишний стимпак был сейчас включен. Непонятно зачем. Су-31, 110, с олвар в плюсе, полиомет. Все, прикрыто со всех сторон вроде как. Скорость роучем сейчас будет готова. Но пока нет четвертой хаты. Так, сейчас эти опасно фаерболы падали. Мне показалось, что сейчас медивак уже практически попал. И навычно под фаербол. Но нет, все-таки не попал. Здесь выходы по всем направлениям идут. Так, роуч под удар минки попадает. У него сразу реводжер делается. Здесь сразу получается юнит не демодженный вообще с полным хп. А инновейшн пытается, или не пытается, он в третьем фазе очень серьезно напрягает. Конечно, своя же минка по амарикам просто, знаете, вот какой она залп сделала. Это благодаря минке своей. И навычно, амарики так задемоджились. В это время медивак опять на мейн прилетает. Один погиб, второй успешно залетает. Королевой нужно фокусить именно медиваке. Амарики никуда не денутся с мейной. Вот они никуда и не денутся в итоге. Но нужны роучи, чтобы отбить. В это время Солар уже атаку проводит. Ребят, извините, я здесь вообще не контролю и не показываю, что здесь происходит. На мейне марики уничтожено. Здесь атака идет и заходит Солар уже на хайграунд. Слишком много роучей, слишком много реводжеров. Фаербулы на танк падают. Как-то медленно они падают. Наконец танки погибли. Еще фаербулы пошли на рампу. Наверх по био. 140 на 90 по лимиту. Кажется, Солар втаскивает эту игру. Несмотря на то, что Инновейшн там 2-2 делает. У него экономика в какой-то момент была сильнее. Солар пришел и таймингом хорошим 160 на 110 лимита примерно продавил. Дома, да, Инновейшн шатал, но Солар справился. Не без потерь, но справился без критического дэмиджа полученного. Но Инновейшн минусуется. Это 1-1, ребят. Это дает нам шанс на то, что не ТВТ будет в матче Венеров. Но ТВТ Инновейшн против Бьяны, это, конечно, великолепная ТВТ. Но то и у лузера будет ЗВЗ. Солар против Васир. Хотелось бы распределение, чтобы ТВЗ было, да, как бы. Но... Но разберемся сейчас мы в итоге. С этими всеми делами. Прыгаю в игру. Так, прошел вонлайн. Реально. Продолжение следует... 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 Грус. Еще и Мариков там пачка такая нереальная. Ё, ну собаки забегают. Не, без шансов. Просто в халы. Стирает инновейшн Соллара здесь. Че ждал-то, я не понимаю. Че он сдал? Ну скорость дотелась-то, геликов. Ну очевидно же, что... Если ты ждешь агрессию, делай Бэллинг Несс тогда, либо Роуч Ворон. Ну на такой экономике Роуч Ворон не вариант. Бэллинг Несс, да, вариант. Но Соллар почему ты его не сделал? Ну и почему на скорости собак? Не уверен был уж, сколько там юнитов было вообще. Вот, не знаю. Короче, инновейшн против Бьяна. Редактор субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok жесткая. Буду пилять рекламу очень скоро, ребят. Так что помните про Adlock. Ну и подписывайтесь на премиум, чтобы его не было более смайлики. И по реквизитам писания через плеер, не забывайте меня поддерживать, у кого есть возможность материальная. Все есть на Twitch и на GoodGaming SK2E под плеером. Чтобы озвучивалось, это нужно через GG-плеер делать. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, инновейшн против Бьяна, пора что-нибудь сказать Что-то загоняли меня сегодня тут с этими водами И там не только водой, короче Инновейшн против Бьяна у нас бьется Похоже, что Бьян какой-то прок сидел за рипер Или иначе почему? Ну, барак без пристроя Юрий 2 поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает Спасибо за трансляцию Спасибо, Юрий 2. Спасибо всем, пацаны, кто поддерживает Короче, мы продолжаем смотреть Мастер Колизии турнир, вечером еще Гоу-Поиска будет Правда, похоже, некоторых наших игроков на Гоу-Поиска не будет Почему? Потому что я так понял Юра мне сказал, Арктур уже уехал на турнир Дримхак Валенси Так, еще один циклон здесь от Бьяна приходит Два рипера прорываются на мейн Начинают на мейне бомбить все Все и вся, я бы сказал Рабочий крошит просто жестко Граната по Марикам пошла Еще одна граната И Мариков еще двух забирает Бьян И здесь напрягает Инновейшн на дальней базе на второй Но нужно сваливать, иначе сейчас циклону заберут Свалил Бьян Короче, потери, вы видите Инновейшн значительно больше 14 на 4 юнита 900 на 50 на 500 по минералам Вообще, двукратное преимущество Вот, и у Бьяна есть Банжай Он сверху собирается встречать вообще Здорово всем еще раз Все, два циклона Бьяна еще Инновейшну уничтожил Здесь это было тоже очень-очень неплохо с его стороны Иииииии Треться цех у Бьяна уже доделывается У Инновейшна нет, треться цех У Инновейшна риперы делаются А Банша, кстати, безинвизная То есть она так просто для обороны была сделана И сыграла очень неплохую роль Плюс немножечко можно и так полететь понапрягать Правда, вот учитывая, здесь уже викинги И там везде все туретками прикрыто Можно прилететь и отдать, скорее всего Но если одновременно делать выход Что и делает Бьян А выход интересный 4 марика циклон Танк и рейвен 70 энергии у него Плюс еще марики подходит То есть здесь танк ставится в сич Правда, сначала сюда залетает Банша И она начинает напрягать, естественно Ну или синхронно это происходит Сейчас вот Банша сюда ворвется А танчик аккуратненько сюда приходит и ставится Ну Баншо я бы первым делом залетел Почему? Потому что Чтобы юниты на мейн сорвались И спокойно основную атаку сделать Снова выход Ложится Ой, Банша залетела В это время автотурель Баншу бы я на еле-еле отвел Ну вот, короче, могла Банша больше бы сделать Здесь, естественно Танчик есть Пошел вперед в итоге, ребята Инновейшн Мари-кометанчик забирает Мари-кометан ГГ пишет Инновейшн Видя какие потери гигантские он экономические несет Ему уже не вытащить в этой игре будет Он понял это Прекрасно Вот, а мы ждем, короче, следующую карту Тогда получается Ну не знаю Пока что Бьян сегодня на высоте 2-0 Оппонент Суласиру Минус 0 Пока что 1-0 Ведется на Вейчином Ну у Бьяна Как-то вот у него последнее время Был спад небольшой Может быть опять подъем начинается Ну то есть сейчас у игроков частенько То спад, то подъем Слишком много турниров То есть нужно иногда отдыхать Так, это полуопупевший тут Левый аккаунт какие-то делает Опять по ходу дела Минусу его Ну вот, потому что Ну, какие-то додиковские никлеймы там пошли По ходу снимала Шар Продолжение следует... 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 Определение здесь будет в плей-оффе такое по расам, но, как я уже всегда и говорил и говорю, выйдут сильнейшие, естественно. Продолжение следует... Ну, как-то быстро здесь пока всё идёт, должен я вам сказать. Чё, он вышел? Ну, потому что дальше сопротивляться можно было, но отставание слишком гигантское. Ты делаешь прокси-бараки, чизишь расчёт на то, что ты как минимум нанесёшь урон экономике оппонента. Айна Вейсен прилетел, ему сразу же рипер убил Бьян одного из двух, вывев грамотно ксмок и очень грамотно поставил гранатку туда на запрыгивание. И с Геликом и рипером два других принял. То есть у него было два рипера и Гелик, у него в факте был ещё там циклон, а у Инновейшн даже факты не было. Плюс у него там максимум два рипера могло бы быть, а у Бьяна уже Старфорд как бы был. Потом бы прилетел Либератор и просто убил бы экономику. Всё. И на Вышну, то есть, ну там, я не знаю, это на таком уровне даже чудов таких не помогает. Субтитры делал DimaTorzok Здорово, Мич Готич давно тебя не видел. Как там Клака поживает. Опа, прыгаем в игру, надо переименовать стрим. Чё-то ТВТ как-то кончилось быстрее, чем, возможно, ЗВЗ. Сейчас будет дольше, чем финал Венера. Чем Венера. Чё-то кончилось. 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 Так что это вот ситуация по поводу, ну, то есть, ты порвали раш, и дальнейшее развитие получается, ну, то есть, как в той же доте, там, называется, вначале наошибался там как-то, ну, за сноуболи летят с преимуществом, как снежный ком, росло-росло, и, ну, просто, как бы, не выкарабкаться так и здесь. Например. Так, все, 0-0, поехали, ЗВЗ, ребят, высадка защитников, первая карта, Солор против Лассира, победитель против Иновейшна, в Десайдер. Так, в ремастере насчет играть я говорил много раз, что непонятно, ну, пару-то игр в компанию точно пройдем, пару игр тоже наверняка сыграют, чтобы удивиться, как это в первом Старкрафте Ладдер есть вообще, вот. Ага. 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 Да. Так, да, я видел про миллион баксов, Турик. Я видел, что Кефир уже там команду нашел, что Кулер играет. Ну, Кулер и здесь на моем стриме как-то бывалка. Про овервоч, там какое-то обсуждение было. Юра здесь сидел. Вот. Ну, я на самом деле по возможности, по возможности, мне вот, например, ну, да, там мне прикольно посмотреть, потому что, как бы, уровень организации, уровень призовых, и когда-то мы там с друзьями сами в него в первое еще играли, как бы, да, там, ну, второго уже не так, вот. Ну-ка, а время есть. Ну, вот, другое все, КС, Констальт, там, другие дисциплины, ну, мне не... А вот Клаку я бы с удовольствием посмотрел бы, да, говорил бы, что всякие эпичные там темы, как бы, блин, мувики в свое время и т.д., там, фраги 2, лексер, там, вот, помню такое еще наших... Это круто. Так что, надеюсь, да, да, почему нет? Клак, это это... Клак, это крутая дисциплина. Так, секундочку, ребят, что за хрень? Так, все, я здесь, пацаны. Так, ну что, Байдинг Нест, ребята, у Солора. У Латиры чуть больше дронов здесь. У Солора чуть больше боевого лимита. У Латиры, Роуч, Варон, страивается, у Солора третья ха, как в игре ставим. Так, ну, рабочий Солор отстраивает, пока здесь камни пробивают. Все, скорость с собачком у Солора готова, что он бегает назад, вперед? Так, одного Байдинга пытается подморфить. Накидывается на собак, на королеву вместе с дронами. Лучше не накидываться, на самом деле. Через несколько секунд вот Байлинг будет готов. Бах, как хорошо он бам-бам-рейскурс делает. Дронов-то грызи. Какую королеву-то ты грызешь? Вау, ну, еб. Зачем так делать? Шесть дронов Солор в итоге сгрыз, а королеву, между прочим, сгрыз. Байлингов решил не морфить, чисто собаками попытаться подгрызть. Урон хороший Солор очень в осилии наносит, считая. Восемь дронов, по семьсот на трисот семьдесят пять. Ничего себе, королева, шесть собак, восемь дронов на двенадцать лингов. Ну, это ж великолепно вообще. Клакун. Ну, покомментировать, покомментировал бы, но, чтобы комментировать, надо хоть немножечко самому поиграть. Я не люблю комментировать. Как бы я в Клаке понимаю, из старой Клаке что-то хотя бы, как бы вот, но у этой-то там свои особенности есть. Естественно, как бы, это же уже новая Клака. О, стенки нет, Солор заходит, ребят. Привет передает собакам и королеве Лассира. Начинаем игры с 72-44. Сейчас еще и Роучи пойдут в затекание. Это один-ноль в пользу Солора. Я уверен, здесь отбиться практически нереально будет. Дроны падают. Роуч, возможно, сейчас упадет. Нет, Роуч жив. Желарок пока. Два Линга наверх пошли, еще два забегают сюда. Бейлинги будут мошиться. Пока нет... А, нет газа просто-напросто у Солора. Ну, Роучи выходят. Их семь штук уже вообще. Вот. На Ванриал мои тут, ну... Мой кореш, который отсюда, он ванриал играл вирус. Там он на ОЦГ 2003-04 занимал, я помню. 2003-й УТ, там ему просто... А тогда даже было прикол в чем. В следующем году уже лучше был в 2003-м. Даже за 4-й приза не было. И проходили три места, короче. Ну, то есть, чуток вообще не хватило. Вот, ну, играл он хорошо, как бы. И... Последующие годы. Ванриал прикольно. Ну, и всегда он орал, что динамика ванрили, типа, ну... Не медленнее, не хватит, а быстрее, как бы. Вот, я этого не понимал. Пока на каком-то из Асусов, я помню, не увидел, как... Гидс, короче, с каким-то из Анима нашим челом играл, просто. Я посмотрел, как они триками там летали, просто как... Как Йода, короче, в Звездных войнах, там, по карте. Ой, он сюда, на самом деле, динамика жесткая. Вот, 119-64 полимет, ребят, но здесь все очевидно уже в этой карте. Я не знаю, что здесь хочет сделать, если честно. Что-то мы отвлекаемся, но что-то я вспомнил все это дело. Короче, олдскул весь этот. Надеюсь, Квак приживется к его. Чуть сегодня мне просто, ну... Звонки, звонки, звонки просто идут, идут, идут. Так, пошел Энуайтос. Звонки, 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 звонки. Звонки, звонки, звонки. Звонки, звонки, звонки. Звонки, 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 звонки. Звонки, 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 звонки. Звонки, 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 звонки. Звонки, 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 звонки. Продолжение следует... 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 потерял. 17-19 в итоге. Но до заказа больше. Мута здесь как бы дронов в часть переводит. В это время забегание линга в части на мэн идет. Кстати, грейды Солвер больше не делает почему-то. Пытается уничтожить спиль. Но, ребята, спиль-то жирный. Спиля 850 кп. Солвер его не уничтожил. Не очень удачное забегание. Собак отдал. Но все равно у него лучше. И лимита боевого больше. Но вот ни вторую броню ни атаку Солвер не закал. В итоге через несколько секунд... Ну, не несколько секунд, а... Через вот... Сколько? 50-60 минуту с небольшим будет преимущество у Лассиро по апгрейдам. Пожалуйста. Вот он залетает Солверу на мэн. Начинает здесь нашатывать. Солвер пытается принять этих муталисков. Один вперед вылез. Сразу минус. Здесь собаки забежали. Собаки хорошенечко напрягают. Разводка на мэн продолжается. Лассиро бой принимает. У Солвера мута такси висит. Королева не помогает. Прирост выходит. Сейчас и Королева вроде как Солвер взял. Пока по лимиту в плюсе Солвер все еще. Но вот когда доделается здесь броня, тогда Солвер не сможет так выгодно драться. А ведь муталисков у Лассиро больше уже. И строят они примерно вровень. Потому что баз-то одинаково и рабочих три разницы. Это вообще не критично. Потеря у Солвера на 1200 в этой игре больше. Вот пожалуйста. Если бы этих потерь не было, у Солвера бы и было бы преимущественно эти 1200 больше. в армии сейчас, в данный момент. Все, доделывается враня. Так, это Бэйны бегают. Куда они там взяли? Пять дронов забрал. А, наверное, тогда после того забегания часть сныкал собак. Две штучки и вот забежал. Десять дронов в итоге у Солвера. Плюс пытается золото занять. Грейдов на собак снил. Кому не хуже точно не завершать могло бы. Так, Лассиро Солвера у Овера сбрелы. Но в итоге на Овера у Солвера меньше. По муталискам 28, 28. 1-1 на 1-0, пожалуйста. Да, атака не так. Сильна, как броня. Но это зарешает. Это зарешает. Это факт. Плюс у Лассиро здесь раньше собаки были. То есть они глейб впитывали. Солвера мутка проседает. Смотрите количество. Лассиро побеждает. 19 на 14. 17 на 13. Да, прирост у Солвера ближе. Но уже разница там больше 10. Муталисков, по-моему, в какой-то момент. Не 10, но штук 8 стало. Это фейл. Грейды надо делать. Были бы грейды, Солвер бы не развалился бы. А ведь он мог даже вторую броню успеть сделать. Лассиро просто чудес-чудо сотворил такую игру, вытащив. Он настолько отставал в тайминге лэйра и все в начале, что это прям удивительно. Но у него на 3 АПМа больше было. Вот они, 3 решающих АПМа, ребят. Слыши АПМ. Слыши АПМ. Продолжение следует... Что будет у нас пост? Я не понимаю... Пока нету... Мегейс активировал премиум на ваш канал... Спаси выбить жизнь... Продолжение следует... 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 так это дотик иероглифов нахуй убил там каких-то в этом на твиче блин зачем ну идут забегания на встречных курсах лассира чуть плюсы по лимиту но я не знаю лассира вот не игрался на вышну пока лассира бьяну 0-2 отлетел solar 1-2 а ты на вышну у кого больше шансов против него в десайдере я не знаю но хочется более интересных игр таких макроигр я бы сказал твз пусть может лучше сыграть вопрос хороший королеву толкали прикольно сейчас она назад шла как бы ее туда толкали так плюс один лассира делает лэйра нет пока беготня идет туда-сюда у золора лэйр заказан у золора есть вруч ворон уже он строит роучей но плюс один пока нет назад когда вошел плюс один но разница в 20 секунд грейда на атаку будет это не критично это не слишком много так есть собакин что лассира прибежал пытается перехватить но они часть выпрыгивают конечно лассира больше лимита он больше делает роучи сейчас и я вижу что так как лэйр это не заказан ну зачем ему столько много роучей 14 есть 6 продакшни 20 то есть это медленные на медленных роучах пуш под плюс один роучи реводжера собаки линги и ну солору нужно выдержать этот пуш получается у него будет скорость преимущество есть по таймингу плюс один отстает но непонятно колоссировая двигаться собирается вообще сейчас он вперед идет я так полагаю это будет путь вот отсюда вот так вот так вот так заходим сюда и давим третью это идеальное направление движения почему с трех хат и прирост как бы он вот так вот вот так вот и вот так вот будет устремляться сюда давить это все будет обходить долго как бы прирост 3 гораздо быстрее чем с мэйна будет ходить атак примерно одновременно все это будет роучи строят но лассиры явно больше здесь явно больше правда что у него оверов не заказаны и не заморфить реводжеров вообще так что туда не хороший поддерживает приходит ребят лассира у солора готова скорость роучем но кажется этого явно недостаточно плюс один у него не не было вот только сейчас плюс один достраивается 110 на 84 лассиры давит просто жестко здесь жесточайше по боевому лимиту практически вровень идут у лассиры лейеры рабочие заказы то есть он сбрил здесь экономику солору и переходит сам смотрите в эко сейчас это очень интересное решение то есть он понимает что роучи слишком медленно и собаки на плюс один роучи уже не сыграют здесь никакой особо серьезные в общем-то роли дэмэджа они слишком много не нанесут тут он здесь доразменивается до конца и посмотрите а241 скорость роучем заказал здесь дронов еще пошатал не слабо ну и все и дома отобьется и все окей будет великолепное исполнение претинга от лассиры и что в нем великолепного спросите вы пришел там на клики скажете убил ну не буду говорить о контроле что здесь тоже не а клик был но великолепно понимание того когда съехать в экономику было сейчас то есть он просто здесь и не достраивал то дальше видишь дэмэдж несет и все обидели корейцы ни за что а хрен он сюда палки своих лудит мне в чат видишь же что никто ничего не пишет что ему там должны через переводчик что ли отвечать будет будет сюда корее тема может это и не кореец вообще так 3 дрона в газе все двигается вперед час добивать пошел на скорости раз в письме был кроме того он сбривает с в в в в в Все, пошел забивать Ласира с плитой. ДГ, Солор пишет, камбэк от Ласириана. И сейчас он будет биться с инновейшеном. Ну что ж, пары которой не было, а может он цена вечно лучше чем Солор сыграет. Солор хоть карту и взял, но пушем одну взял, остальные как-то проиграл жестко. И сейчас он будет биться с инновейшеном. 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 Так. Новость Аверс купил билеты. Тебе, как сказал, на ошибочную дату. Ну, если это окажется неправдой, то я тебя выпилю. Ну, полностью с канала, короче. Вот. Потому что ты, блять, какую-то херню пишешь постоянно. А вообще я помню, что это додик, как бы, вот, людям в личку писал. Тоже херню, вот. Короче, такие дела. Так, пошел она. Так. Здорово, блятьщик. Так. 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 Так, здорово всем, ребят! Переименовал стрим с инновэйшн Ласира. Блядь, только лузер с матча став. Десайдер матч, конечно. Переименовываю еще раз. Короче, десайдер матч у нас инновэйшн против Ласира. Вот, помните про отблоки. Сейчас рекламу пильну. Поддерживайтесь на мой канал. Подписывайтесь на премиум. Ликвидит пейплеер, знаете, там где. Все дела. Десайдер матч. Так, не, Юра говорит, что это не херня, действительно. Хотелось бы подробностей тогда. Остаться. Блядь, саняли он. Ну все, Ласиро инновейшн здесь у нас. Привет, Дед Мороз, привет всем. Короче, Юра говорит, что билеты за 130-150 баксов туда-обратно, короче. Дешевые. Вот. А сейчас только за 400-500 можно взять, короче, это правда, походу. Почему Аверс покупал билеты, я не понимаю, бляхомука. 20 палок ему по пяткам, блядь, что за дела. Почему не Касс, который на миллионе турниров бывал вообще-вообще. Короче, ладно, как подробности будет, так узнаем. Сами, короче, не знаю. Собирали лавэ, бляхомука там. Шоу-матчи делали, блядь. На сентябрь купили билеты. Юра говорит, как можно так было ошибиться, я не понимаю, блядь. Ладно, короче, потом подробности будут на Аверсу, блядь, короче. Короче, надо какую-то прямую линию после. После матча, смотрите, какой интересный лейер у Ласира. На третьей хате просто, то есть, супер хитрый какой-то лейер, но он на третьей прям под геликами делается. И Навичин пришел и спалил сразу этот лейер, как бы. Третий цех, у него все стандартно, короче, все. И летит рейвен, хараст. Так, а вон Аверс в скайпе, в чатике, ребят. Короче, давайте досмотрим Ласирую на выч, потому что матч крутой. Может, Аверс там в скайпе есть, давай созвонимся, ну, расскажет, что там за хрень, блядь, не этот Иван Вадянов, короче. Не знаю, что там. А вот Аверс пишет, короче, говорит. Так, два Эволюшена, Бейлинг Нест. Ну, все, теперь ситуация понятна, короче. Теперь, в принципе, все понятно, короче. Ребята, летает и Навичин харасит рейвенами. Ну, потери пока рипер дроны пять собак, ничего не происходит, практически делают грэды. Три хата Ласир раскачал, стоять четвертого, это Навичин у дроба пошли. Все минка припекает. Один собак, минус просто. Черное от кровищи осталось, как крип. Позиция. Да, за что деньги не вернутся, тоже плохо. Надо срочно в сентябре турик организовывать в Оленьце, да? Ну, походу, борода там ничего не будет. Так, ну, Навичин прилетел, я б сказал был... Где у нас че происходит? Здесь минка, здесь в центре движуха какая-то. Потери уже просто от одного дропа Какие сразу же стали Все еще где-то Рэйвен летает Харастин Где потери это Зерк несет В центре оверегибнута По центру Крип чистит С Рэйвеном между прочим А с Рэйвеном значит и сканить не надо Вот потребовалось сколько лет Чтобы тираны начали Рэйвена подстраивать Чтобы не сканить и Крип выгибать На самом деле я просто такой тип билда Что у Рэйвена есть Поэтому так и хорошо и получается По другим билдам так не получится Просто весь Крип счистил в центре Одновременно в контур забегание идет Опять два дрона минус А вот на этой базе здесь минка была Вот она на переходе дронов Собаки от Василия забежали Залпы минок Собаки сбиваются сейчас Какая-то печаль вообще Очень жесткие залпы минок Ребят Я что-то задумался про эту ситуацию Как билеты меня распрогорели Только, блин, порадовались Что столько СНГ будет Семь человек Шесть-семь человек И в итоге вот так вот Печаль очень получилась Ну здесь и на Вэйшен просто адски давит И похоже, что это минус Лассира, ребят Потому что ну вот этот свархоз Случайно построен с двумя своими локустами Бесполезными Ничего здесь не сделает Вэйлингов Как и на Вэйшен фокусит Как в Янчик Вообще И на Вэйшен с каждым днем Все сильнее и сильнее И мне даже интересно посмотреть Потери в конце 9400 на 3400 Просто изнасиловал, короче Не охрена эти темы-то дебильные Создавать вообще Вот Сразу ударил его, короче Ее Сразу ударил его, короче Сразу ударил его, короче заставлять Вэйлинг Я выйду Сразу ударил его, короче Уже 1-0 на вечно, ребят, погнали далее, в общем. Ну, с такой игрой, с таким уровнем игры Innovation тут не то, что 4 APM, а тут и 400 могут не помочь вообще. Да какая тут интрига, на самом деле. Спасибо. 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 Рипер в ЦЦ-ху, а ты навыщен, газ-барак рипер в ЦЦ-ху, то есть газу уже на факту хватает, сейчас рипер выпрыгнет факта, реактор, там депуха и тд, второй газ, здесь у нас пул первый от Ласиры, боится масс риперов, возможно, вообще. Я же вас всех приветствую, пацаны, ребят, сейчас, если Аверс не уйдет, мы с ним в скайпе свяжемся, можно в принципе. Хилл Рейзера позвать сюда, вот у меня будет несколько минут, мне надо велик, тоже человек, вот так, значит, у меня там подделы его, вот. Ну, я ему позвоню, конечно, может, сможет, он не сможет, я не знаю, думаю, что сможет, все нормально будет. Рипер, имена выщет, пролетает, киньтесь, узнаем, что там да как вообще. Рын. 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 Это All-In, ребят, между прочим, от Лассиры Пока я задумывался про это все дело Роуч Ворон ранее All-In идет То есть это сколько у нас? Девять роучей Плюс реводжера из демоджеров Но здесь и банджа, и циклоны сейчас выйдут, ребят Тут что-то Лассира, конечно, молодец, что так-так А, Инновойшин спалил в свое время Роуч Ворон То есть он в итоге что делать-то? Там в переход дронов идет От банджи уже никуда, просто не денешься Там циклона два сверху, сейчас будет плюс гелики Ё-моё, здесь такой разгром просто жёлтый Попал, конечно, по гелику Реводжеры падают, роучи падают Ну сразу БГ писать, по-моему, можно и не париться вообще за эрго То есть ему и уходить от банджи Он пока медленно им сюда не ушли Он потерял бы все практически вообще на мой Выпишли, на Вэшн бы контролил банджи точно идеально В такой ситуации Ну и заходить сюда, ничего не убил абсолютно В итоге здесь ничего нет, одна плетка как бы А что тут сделаешь? Приходит инчик и... Так, не, ну гелик минус, ну да, там что-то всё разродненно приходит Банджи бил, на Вэшн тоже, так сказать, по таймингам странным приходит Мародёр плюс Теклона, 16 собак в Асиро добавляет Не, ну слингами-то отобьются, конечно, должен отбиться Обязан просто отбиться Собаки, правда, без скорости печальные Вообще собаки, я вам скажу Ну пришла Ванша, плюс Мародёр в танковые Там королева находит в себе энергию, чтобы друг друга затранслюдить Да время-то уж прожло, вот они затрансулили Ну а он ещё нацелился, конечно, свой выход из-за стрелы Всё, водонасосная или чё там за камень, я не помню Охлаждающая, да башня развалена, водонасосная Третья с цеха у Инновэйшена Чё-то пачками... А, всё, вулын пошёл Ласиро решил, что чё тут тянуть Пан-эля пропал Собак чё-то забегает, и что они здесь-то забыли, эти собаки? Сцеха сейчас летит, и всё, и она сейчас летает Сцеха Надо отойти Скорость, чё там, 13 секунд до скорости Баншу отвлекает, новую пачку собак сюда повёл Действительно, Ваншин понял, что этот ласиро пошёл вулын А другого нет, и нового здесь Если это сломает сейчас, то нового не выведут ласиро То есть тут никуда Так, танки сзади, бункеры... Хорошо бункеры сейчас перекрывают 21 бэйлинг Ооо, ща бэйлингов танки покрошат, и новойшин тут вообще идеально практически оборону выстраивает Всё, пошла атака, будет фокус, бэйна, в принципе И новойшин не фокусит, сейчас только заметим, что фокус Ну тут три танка, бля, там вообще просто Раз, и балла, 2-0 Короче, три тирана, три зерга, два пропса в плей-оффе у нас данного турнира будет Бьяна и Новейшин вышли из этой группы Я вам говорил, что это весьма вероятное событие Ну Бьян с первого места ушёл Ну хорошее распределение по расам, как бы, зеркалок будет мало вообще Так, ну что, надо стоп-стар делать, а без задержки сейчас вернусь Быстрая группа была, что тут говорить